Невская сельская библиотека в целях борьбы с коррупцией подготовила онлайн-мероприятие «Коррупция. Истоки. Причины. Последствия». С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы. На протяжении всей истории параллельной эволюции государства происходила эволюция коррупции. Если на заре становления государственности плата жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение к их помощи рассматривалась как универсальная норма, то впоследствии при усложнении государственного аппарата профессиональные чиновники стали официально получать только фиксированный доход. Это означало переход взяток в область теневой экономики. Глобализация и становление мирового хозяйства позволила коррупции выйти на международный уровень и стать одним из наиболее массовых и опасных явлений современности. В наше время коррупция является одной из серьезных проблем во всем мире. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взяток, получение взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды. На самом деле причин появления такого явления, как коррупция, великое множество, и рассматривать их все нет никакого смысла. Перечислим только некоторые из них, которые являются основными и самыми распространенными. Самой основной и банальной причиной появления коррупции является жадность. Да, именно, банальная человеческая жадность. Именно она толкает людей на подобные поступки и заставляет забыть о моральных устоях. Другими первоочередными мотивами выступают Низкий уровень образования, воспитания, социальной ответственности, самосознание, отсутствие чувства долга и другие личностные характеристики участников акта коррупции. Низкий уровень доходов, отсутствие возможности роста и самореализации. Дисфункция правовой и судебной системы, отсутствие адекватного наказания за подобное правонарушение, двойственность законов. Отсутствие единства и исполнительной власти, профессиональная некомпетентность, бюрократизм. Низкий уровень правовой грамотности населения. Заинтересованность обоих сторон участников акта коррупции. Чем опасна коррупция? На самом деле, коррупция явление далеко не безобидное и несет в себе кучу негативных последствий и проблем. Неадекватное распределение и использование государственного бюджета и ресурсов, или же нерациональное управление доходами и расходами компаний. Недополучение налогов. Снижение эффективности функционирования экономики в целом и ее субъекта в частности. Ухудшение условий функционирования экономики в целом и ее субъекта в частности. Снижение инвестиционной привлекательности экономики в целом и ее субъекта в частности. Снижение качества предоставляемых услуг. Нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что приведет к увеличению долгового времени государства. Нецелевое использование кредитных средств, что нередко приводит к банкротству предприятий. Увеличение социального неравенства. Рост организованной преступности. Рост социального недовольства и т.д. Коррупция оказывает губительное влияние на экономику и благосостояние страны. Способствуя росту и процветанию взяточничества, мы делаем хуже. Может быть, вам кажется, что эта проблема вас не касается. Но в действительности это далеко не так. Коррупция касается всех и каждого. Не нужно снимать с себя ответственность. В конце концов, от каждого из нас зависит успех борьбы с разложением общества. Хотя абсолютная победа над коррупцией невозможна, ее можно загнать в такие рамки, которые не будут влиять на развитие общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова